Нижегородский кремль Нижегородский и монастырский сопровождаются ими. Но они совершенно не предполагали, что встретим некрополь, на котором погребения в относительно короткое время совершались столь интенсивно. Тем более, что никаких известий в письменных источниках именно о расположении здесь такого некрополя нет. За три месяца на небольшом участке между Зачатьевской и Ивановской башнями обнаружено 136 погребений. Среди гостей находят нательные крестики. После изучения останки захоронят на Высоковском кладбище. Нужна предварительная подготовка. Мы все учились на историческом факультете, то есть ездили сначала на практике как студенты. Сейчас мы просто работаем на археологических раскопках. Естественно, чтобы расчищать погребения, нужен определенный опыт, чтобы это делать все качественно, чтобы не повредить их, чтобы не вытащить там лишнего чего-нибудь. Число захоронений, скорее всего, увеличится. Раскопки на месте продолжатся до зимы. Сотрудники экспедиции признаются, что главное в такой работе – аккуратность. Некоторые найденные кости буквально перемолоты. Говорят, это произошло из-за тяжести грунта после оползня. Юрий Афров, Андрей Панов, столица Нижний.